Здравствуйте, друзья! Начинаю разбор работ по двум открытым урокам курса «Городская черта», который я проводил совсем недавно в прямом эфире. Друзья, по первому уроку поступило 8 работ, а по второму уроку всего лишь 2. Хотя в эфире у нас присутствовало около сотни человек, 160 человек находилось в чате, но не порадовали вы меня своей активностью. Ну хорошо, есть то, что есть, и я готов приступить к комментированию картин. Эта работа, которая у нас получилась непосредственно на открытом уроке, задачей было создание городского пейзажа, причем мы применяли некую технологию. У нас был первый цветовой слой, по которому мы начали разрабатывать уже живописное пространство картины. Урок состоялся, и первая картина, которую мы рассматриваем, это «Ирина Малышка». Ирина, я могу вам сказать, что по пропорциям, по объектам работа выполнена хорошо, но вы где-то не дожали тоном, например, на переднем плане. Посмотрите, небо, дома, поверхность земли, практически все одинаковое по тону. Соответственно, очень слабо получилось световоздушное пространство в картине. Ну, начало положено. Я думаю, если вы учтете ошибки, о которых мы говорили, то вполне возможно именно вам создать нормальный городской пейзаж. С рисунком вы владеете. Понимая, что на открытом эфире мы действовали довольно-таки быстро, я хотел быстро выдать материал, который запланировал, и, вероятно, не все успевали работать непосредственно за преподавателем. Следующая работа – Ирина Мачульская. Ирина, есть здесь некая живописность, даже вот когда я смотрю на поверхность земли, есть ощущение таких падающих капель дождя, которые, ну, вот, бодрят эту поверхность, создают пузыри и капли, которые падают на поверхность, и таким маленьким взрывом дают нам ощущение вот этой постоянной вибрации. Это состоялось. Неплохо получился автомобиль. Вы нормально выдержали баланс темных и светлых оттенков. Я попозже чуть-чуть на примере другой работы скажу подробнее, что это такое. Но вот совсем зубодробильно выглядит перечисление большого количества окон на дальнем плане. Так ли должен выглядеть дом применимо вот именно к этой технике рисования? Мне кажется, что какие-то из этих окон нужно сделать практически одним тоном с домом, чуть-чуть, чтобы они отличались. Тогда у нас получится более-менее нормальное восприятие вот этих домов дальнего плана. Еще смущает, что здесь вот наверху есть перечисление всех окон, а дальше они пропадают. И, наверное, если мы говорим о балансе светлого и темного, крыши слишком черные для дальнего плана. Нужно было сделать их светлее. Основа заложена нормально, но вот некоторые ошибки не позволили зачислить эту работу в разряд лучших. Лилия Рассохина. Лилия, ну, несколько по рисунку развалились машины, не удалось их собрать в четкое такое понимание. Есть ощущение, что вот эта крыша слишком длинная. Машина лежит действительно в перспективе, но здесь нужно четко ловить пропорцию и не делать как бы излишнего удлинения вот этому объекту, потому что он тогда смотрится нерационально. Понравилось мне, как вы оставили вот эти проблески первого цветового слоя. Но при этом хочу напомнить, что, когда мы пишем отражение, линии, которые мы проводим, должны быть вертикальными и строго горизонтальными. Если мы не добиваемся вот этой горизонтальности линии при написании отражения, то само отражение теряется в этой поверхности. Поэтому линии, которые вы пишете, должны быть более горизонтальными. Тогда отражение, гладь воды будет задано более четко. Как справились с окномедального плана, мне, во всяком случае, нравится. Не резкая фотография от Любови Романовой. Я пытался ее доработать в фоторедакторе, чтобы она была более резкая. Но получилось у меня плохо. Очень сложно смотреть на это изображение. Но я вам скажу, что... Посмотрите на линии домов дальнего плана. Получились они очень жесткие и графичные. Данный тип живописи подразумевает сочетание размытых краев и более четких краев. Давайте вернемся к исходному изображению. Если мы увеличим наше изображение, то вы увидите, что не существует очень четкой, ровной, обрамляющей линии у объектов дальнего плана. Но при этом есть довольно читаемые линии светофоров, козырька. Какие-то линии у машины тоже читаются. И сам заборчик у нас хорошо читается. И вот это сочетание нечетких краев, которые свойственны дождливой погоды, и сочетание строгих понятных линий, как раз прорисовывают это изображение. Поэтому имейте возможность сочетать несочетаемое, и тогда работа заиграет новой живописной составляющей. По пропорциям, в принципе, все выдержано нормально. Здесь, если вы стараетесь прорисовать лучи света, то сам источник света нужно тоже зажигать. Здесь будет очень яркий очаг освещения, очаг света, который даст лучи, так иногда художники показывают освещение. Иначе получается, что это некий такой душ, в котором стоят автомобили. Мне кажется, если нарисовать здесь источник света, то понимание, трактовка этого сюжета изменится. В принципе, по состоянию дождя работа выполнена нормально. Неплохо смотрится работа, выполненная пастелью от Ольги Четверяковой. Вот за счет того, что пастель не дает ровного края, мягкий цвет, подача такая мягкая, работа выглядит вполне дождливо, вполне эффектно. Здорово так провалился дальний план, чуть ярче у нас средний план и более контрастный передний план. Есть пространство в работе, так что вы можете спокойно продолжать экспериментировать в городских пейзажах, применяя пастель. Кстати, работа акрилом по текстурной поверхности нам тоже напоминает пастель. Вот на этой работе Татьяны Лобановой как раз и можно остановиться на теме баланса темного и светлого. Мне интересно, что когда вы смотрите урок, все равно не следуете за преподавателем. Было же видно, что, например, левую часть дома, тень под автомобилем, я провел довольно контрастно. Но при этом крыша на дальнем плане в этом изображении становится самой яркой, самой темной, что для зрителя выводит ее на передний план. И у нас нарушается ощущение свето-воздушного пространства соответственно и восприятие самой работы. Татьяна Асадча. Здесь, когда вы не следуете за рекомендации преподавателя, а применяете собственные решения, в принципе, тогда и ответственность за результат лежит на вас. Если вас устраивает он, то все нормально. Эта картина выполнена по второму уроку открытому. Любовь Романова нам ее предоставила. Любовь, вам стоит обратить внимание на использование самого акрила. Если вы посмотрите на мою работу, на образец, который дан к этой картине, то увидите, что да, мы нанесли с вами первый цветовой слой, а когда наносили второй, на моей кисти было достаточно много краски. И поэтому не наблюдается вот такой жухлости цвета, который есть в вашей картине. Если мы втираем полусухой акрил в поверхность, а тем более, если поверхность уже имела какой-то темный оттенок цвета, то получаем как раз вот эту жухлость. Если же на нашей кисти достаточно краски, и мы проводим по поверхности не втирая акрил непосредственно в холст или в картон, то получаем довольно яркий светящийся оттенок, чего как раз и не хватило в вашей работе. Наталья Бояновская прислала эту работу. При фотографировании, конечно, очень сильно мы видим текстуру обоев. Да, есть особенность фотографирования текстурных и гладких работ, но это уже предмет другого урока. Я же хочу сказать вам, что тоже можно применять более насыщенную кисть краской. Вот, например, если мы говорим о желто-оранжевых оттенках, которые мы прокладывали на переднем плане, почему не взять на кисть сочно много краски и провести его отсюда до нижнего края картины? Мы получим хороший след от кисти, который будет зажигать эту поверхность. По пропорциям, по ощущениям, по задору работа хорошая. Видно, что фигуры в движении, и они наслаждаются этими лучами идущего света и вообще наслаждаются жизнью. Вот так. Спасибо вам за присланные работы. Надеюсь, что мои рекомендации будут для вас полезны. До свидания, друзья. С вами был художник Александр Желяев.